На протяжении 20 лет Айткан Эджи торгует на базаре. И чтобы заработать накануне нового года, она вынуждена продавать пиротехнику. Продает она только разрешенные виды фейерверков. Вот же инструкция написана и на кыргызском, и на русском. Мы это все не продаем детям, только взрослым, заранее объяснив, как пользоваться. В целях пожарной безопасности есть особые требования по их хранению. По инструкции они должны быть сложены отдельно от других видов товаров. Нужно постоянно помнить, что изделия наполнены порохом, взрывчатым веществом, готовым к детонации при определенных условиях. Несмотря на отсутствие контроля на базаре, продавцы заявляют, что относятся ответственно к пожарной безопасности. Фейерверки и петарды должны находиться в сухом месте и вдалеке от огня и от спичек. Из-за того, что мы все здесь друг друга хорошо знаем, у нас есть четыре человека в охране, которые по очереди проверяют нас. С завтрашнего дня они начнут рейд по предотвращению незаконной продажи пиротехники. Продавцы, нарушившие правила пожарной безопасности, будут обязаны выплатить штраф. В случае нарушения пожарной безопасности в Кодексе административной ответственности 336-й статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 50-100 тысяч сомов. Штраф взымается в зависимости от юридического или физического лица. Министерство образования издало указ для сохранения детей от несчастных случаев. В указе запрещено пользоваться всеми видами пиротехники. Кроме того, в регионах проводятся специальные мероприятия, посвященные защите здоровья и безопасности детей. В ходе мероприятий с 30-го по 7-е будут проведены наблюдательные работы. В них будут участвовать преподаватели и сотрудники охраны. Также они будут следить за безопасностью детей. В прошлом году из-за несоблюдения пожарной безопасности в Чуйском районе селе Кегиты ученики отравились угаром. Поэтому специалисты призывают родителей обратить внимание на безопасность своих детей.